Главы Нинецкого округа и Республики Коми подписали очередной протокол к соглашению о сотрудничестве. Произошло это в Уст-Цильме во время празднования Красной Горки. Новый документ для сторон является нужным и важным. Он предусматривает сотрудничество в сфере природопользования, оленеводства и рыболовства, а также комплекс мер по строительству автомобильной региональной дороги на Ринмар-Усинск-Печоро-Ухтасык-Тывкар. Чтобы увеличить темпы работ по строительству дороги со стороны Коми, в этом году правительство республики приняло решение включить принцип государственно-частного партнёрства. Это даст возможность в течение двух лет сдать более 80 километров трассы на участке между Ухтой и Печорой. А чтобы двигаться дальше, необходимо объединить усилия с Нинецким округом, отметил временно исполняющий обязанности губернатора республики Коми Вячеслав Гайзер. Тогда привлечение дополнительных федеральных средств для реализации проекта станет эффективнее. Напомню, чтобы дорога на Ринмар-Усинск была полностью готова, необходимо построить ещё 83 километра. Полномочия на её возведение к Нинецкому округу вернулись только сейчас, спустя 7 лет, отметил Игорь Кошин. У нас есть поручение президента до 30 сентября проработать вопросы по включению средств в федеральный бюджет 2015 года. Мы надеемся, что с 2015 года мы активно начнём достраивать в ДДД оставшиеся 83 километра на условиях софинансирования, то есть часть бюджетных средств Нинецкого округа и федеральных средств. И, как абсолютно правильно заметил Вячеслав Михайлович, нам предстоит большая совместная работа. Помимо этого, главы субъектов также отметили, что от взаимодействия регионов напрямую зависит и будущее Тиманопечорской провинции. Есть блок вопросов, который неразрывно связан друг с другом. Это, в первую очередь, развитие Тиманопечорской провинции и будущее развитие нашей экономики, республики, они, конечно, связаны с этими площадями. А решать это развитие без взаимодействия очень тесного с округом просто невозможно. Также во время подписания документа Игорь Кошин и Вячеслав Гайзер обсудили тему развития туризма как территории Нинецкого округа, так и Коми. В итоге пришли к единому мнению – необходимо разработать совместный тур-маршрут. Мы буквально вчера с Алексеем Викторовичем проговорили о том, как будет нам сделать такой совместный маршрут. Почему нет? У нас и округа, и у республики Коми есть как минимум одно конкурентное преимущество в нашей стране – два часа полярный круг. Надежда Литкова, Олег Катанзейский, Александр Дуркин, Телеканал «Север», Республика Коми.